привет друзья видеоканал русская америка меня зовут юрий моша вчера я записал видео вопросы к риэлтору по комплексу фламинго голосом сказал что это вопросы по комплексу марка пола я оговорился вопросы были по фламинго часто видео удалил потому что она уже не актуально потому что есть ответы на эти вопросы сейчас я расскажу что ответил нам риэлтор спрашивал уже с особым пристрастием понимая что купив уже две квартиры и понимаешь что надо теперь более детально все изучать потому что вот например по марка пола у нас были вопросы которые вылезли после уже сделки теперь уже наученные опытом знаем что нужно спрашивать итак первый вопрос который я задал если капитальный ремонт дома ответ получил да он есть сейчас это составляет три тысячи восемьдесят долларов то есть помимо обслуживания дома есть еще оплата за коммунальный ремонт дома то есть 112 долларов в месяц вы будете доплачивать или мы будем доплачивать если вы бы кроме файдинговая сделка нужно есть инвесторы которые целиком хотят купить квартиру в месяц 112 долларов вы должны доплачивать за капитальный ремонт дом бывает моменты когда капитальных ремонтов в доме нет а бывает так что ты купил квартиру и потом еще там три года будет идти капитальный ремонт дома конечно выгодно покупать в тот момент когда и когда этого ремонта нет ну здесь получается он есть но небольшой три тысячи восемьдесят долларов например марка пола этом 12 тысяч долларов и он разбит на три года здесь более выгодно на второй вопрос сколько стоит обслуживание дома на что он пишет обслуживание 420-490 долларов я считаю что это очень приемлемая цена опять же сравнивая с марка пола здесь мы платим 730 долларов но здесь марка пола это первая линия океана а налог следующий вопрос сколько на квартиру значит здесь ответ 2 процента в год от стоимости но этот традиционный налог каждый квартира стоит там 100 тысяч долларов значит ну вот рассчитывайте значит два процента это порядка 2000 долларов будет налог в год дальше третий вопрос как можно сдавать эту квартиру какой минимум по дням потому что есть дома где нельзя сдавать посуточно есть дома нельзя сдавать помесячно есть дома которые можно сдавать только раз в год значит здесь в этом доме фламинго сдача возможно минимум на 30 дней еще один плюс они не берут за регистрацию арендодателя арендатора то есть и например в марка пола я все в сравнении делают 150 долларов нужно платить за регистрацию здесь регистрация бесплатного фламинго и не берут дополнительный дополнительный налог при регистрации опять же марка пола берется еще 13 процентов дополнительного налога курортный сбор то есть это тоже большой плюс четвертый вопрос который я задал что по паркингу если паркинг значит он отвечает мне так что всего несколько пар юнитов несколько квартир имеют свой паркинг в остальных нужно покупать за 117 долларов в месяц пятый вопрос размер студии и год постройки дома значит год постройки дома 960 но дом сейчас прошел капитальный ремонт и он конечно выглядит очень красиво мои видео из фламинго можете посмотреть на канале я там снимал и студии и территорию комплекса значит размер студии 497 квадратных фитов переводите в квадратные метры и постройка искал 1960 года значит шестой вопрос важный вопрос по поводу дохода я спрашиваю у риэлтора сколько можно сдавать если на год квартиру ты сдаешь просто без головняков стал на год и получаешься он пишет что в базе сейчас информация такая 1500 долларов без мебели студия там стоит и с мебелью 1600-1800 долларов можно сдавать с мебелью вот такая вот информация ну здесь получается как бы если годовая на год сдавать то может быть это не у не так выгодно как марка пола потому что в марка пола можно сдать принципе на год за полторы тысячи а сама квартира стоит 100 тысяч да здесь квартира будет стоить 250 тысяч а сдавать ты ее будешь за те же самые деньги но зато мейнтенс дороже марка пола да то есть 730 здесь 420 в общем нужно все считать я думаю что может быть ну небольшая разница в итоге выходит калькулятор в этом случае главный показатель успеха вот такая вот информация значит и теперь еще важная информация для инвесторов по поводу других домов что еще я рассматриваю я встречался с брокером из которого мы марка пола покупали борис его зовут тоже у нас есть он на канале и мы с ним обсуждали еще варианты инвестиций вот помимо фламинго потому что те дома которые я рассматривал раньше вот плаза авенов америка ошен вью потом мы смотрели олимпус они просто не подходят по многим критериям то есть сейчас пока вот мы остановились на фламинго я спросил а что еще можно предложить он предложил еще вариант покупки квартир подальше чуть-чуть от майами есть такое место называется помпано и я потом покажу на карте и sunrise это в глубину так сказать немножко ехать если давайте наверное все таки может быть и отдельное видео потому что это уже большое отдельное видео запишу а вот новых проектах с показом на карте и расскажу что он предлагает смотрите следующее видео